всем привет мы приехали куда-то куда-то далеко мы приехали хотели посмотреть на замок один когда подъехали увидели что закрыты ворота и узнали что оказывается этот замок там был пожар каком-то году давно давно и его до сих пор не восстановили он закрыт теперь мы шатаемся в окружности вокруг этого замка под замком в лесу и я уже думал что не буду ничего снимать а потом сейчас мы прошли такую дорогу увидели много таких странных вещей и я решила что нужно их снять сейчас вот мы пойдем обратно и я вам покажу чудные вещи так ну для начала это бесконечное количество вот таких вот скальных стен что-то темнота уже опять просто такие скалы и внизу входы похожи на пещер здесь нет здесь тупик что это что это на скальные рисунки они смотрели они реально прям как из из этого из этих древних фильмов костер а все над нами здесь проходит железнодорожный мост с таким виадуком и вот тут скалы скалы их здесь просто нереальное количество петя хочет постоянно сони соревноваться и вот так мы идем всю дорогу он просто соню подрезает сразу же в первую секунду и все бежит 1 ну конечно он поиграет как иначе мостик мостик симпатичный смотри судя по следам здесь и машины ездят природный природный памятник петро здесь вот прям точно должна аленушка сидеть на берегу красиво интерес только темно уже конечно тьма тьмущая темно уже все не видно черта не видать пойдемте посмотрим что там за решетка в скале а верба вербу уже почки свои вы это вала в общем здесь вот такой вот указатель стоит страшный о боже мой зачем ты его поправь у него даже борода косичка есть и в общем влево пойдешь в ад попадешь пекло в переводе с чешского это от туда влево пойдешь а теперь лево прям новый двор название чего-то до тепло тебе тепло и я уверена в ледяной лес в осенней куртке в осенний лес в лыжном костюме температуру сколько у нас плюс 2 или плюс 1 но очень холодный ветер ледяной вот такие домики они вот старо чешские и вот эти домики нельзя вообще никак переделывать то есть если вы если вы такой дом купите вы можете в нем жить для жизни обычный дом и вы будете его ремонтировать до конца своих дней чтобы он выглядел вот так точно так же а здесь в скале решетка но судя по всему это но нет там это как дверка там есть вон петля и замочек замка там нет но петля есть о вон внизу дверь сотри внизу дверь дрова интересно вот у нас в городе вот таких старых домиков целая улица он считается как музей под открытым небом туда приезжают туристы гулять а там просто люди живут вот вот таких вот домиках полосатых да что здесь зарепить куда туру шпиндяков прикольно смотри да раньше нет у тебя дома вы берешь молоток до лото не за да сейчас покажу и себе домик вы вы как бы вышкрябываешь в скале часовника маленькая таких вот тоже очень много везде какая-нибудь святая дева мария там все украшено внутри свечки ставят цветы так вот не смогли мы посмотреть на замок хоть на такое чудо посмотрели это вот так люди жили реально здесь вот тоже интересный домик с черепом оленя до с рогами но такие домики маленькие люди используют как дачные хотя я кажется здесь на дачный мало похоже это похоже просто на выставочные да какой-то домик да может быть я не знаю он не хочет идти и все в юнок на целую скалу сейчас сам до этой воды блин свальца что-то мистер твистер у тебя сейчас очки темнее стали чем были в машине потому что ты этим козырьком закрыл дети наши куда-то уперлись камушек кидать в воду это был к это был камушек или булыжник какой-то кирпич гигантские скалы это просто какой-то титаник но не видно блин темно уже как-то висит корнями вверх висит дерево вот вот тут вот он до вида чуть-чуть да уж нас ждет дорога через лес темнее там сквозь деревья уже луна яйца полнолуние сегодня завтра как-то вот уже вот он этот тот же мост железнодорожный о там луна 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 не видно на телефоне луну хотя она там здоровенная чё вы еще одна странная штука здесь просто просто вот здесь вот речка какая-то тропинка скалы лес и из пня вырезан крест все мрачные свечки какие-то там лежат может здесь что-то произошло здесь там деревянный ангелочек вырезанный висит что если здесь что-то произошло странно скалы жуть жуткая куда мы заперлись все непонятно там впереди следующий интересный объект пока еще туда не дошли вот здесь вот просто в скале вход вырезанный деревянный ой квадратный там еще тоже один ну заглядывать туда как-то у меня желание нет ну возможно или невозможно а так и есть это все осталось с каких-то там старинных времен а вот здесь вот пожалуйста судя по всему я не знаю опять же если это функциональное место или просто сделано так потому что здесь написано сюда ждиар бог я не знаю ждиар и вроде как название я не знаю что это я не скажу здесь вот костер с лавочками стол с лавочками там еще столы и там типа барные стойки там даже висит плакат с ценниками с ценой лимонад пиво там всякое вот странно странное местечко просто лес вода скалы вот такое вот не жале они правда тут как-то работают не знаю если честно жутковато петя не хочет идти пешком сам рома его целую дорогу сейчас тащила три часа не хочет идти ни за что набегался наверно насоревновался пришли мы уже к территории замка это его задворки так сказать все перекрыто вот везде на заборе везде таблички висят что объект охраняется частные охраны охраны фирмы или как там правильно сказать не пробраться сейчас дойдем до замка покажу его мы уже ближе ближе подбираемся замку там на верхнем этаже вида что нет рамы и там как мы поняли был пожар видимо на верхнем этаже нет крыши большую часть вот и сейчас этот замок принадлежит горловарскому университету вот если у них есть возможность будет возможность они будут его восстанавливать потихонечку но нам конечно всегда везет мы всегда выберем место куда нельзя не подойти не подъехать и вечно на ночь глядя сколько время сейчас скажу время пол шестого вечера вот такая темнота вокруг там вот забор здесь начинает скутеров тоже ни черта не видно ничего им подойду главным воротам поближе покажу по прямой так здесь есть информация так он выглядел крыша у него такая двойная высоченная а сейчас вот от этой крыши ничего не осталось еще рядом здесь какое-то заброшенное здание здорово можешь хоть тима мне пора покупать какую-то технику для ночной съемки видимо или начать уже пораньше выходить из дома чтобы снимать в светлое время суток но он классный вообще мне нравится мне интересно сверху смотришь на него он вроде как квадратный со внутренним двориком но они большинстве своем все такие вот такой вот вот такие у нас ночные приключения сегодня прогулка по мрачному лесу я не знаю мы поперлись вот влево от замка вокруг ходили может если бы мы пошли туда вправо там бы разглядели что-нибудь вот там в облахов тучки спряталась луна здорово наверное классно надо будет почитать почему он вообще загорелся что с ним было ну как-то так в общем всем пока до следующего видео